В этот день все внимание памятникам. Как создавались, какое значение. Вспоминают и об авторах. Организаторы конференции говорят, у памятников города многовековая история. Но не все ее знают и часто не понимают, зачем так тщательно беречь тот или иной объект. Конференция о сохранении культурного наследия Севастополя стала первой, где ответят на этот вопрос. Самая главная задача это нам начать дискурс, диалог о нашем культурном наследии. Что мы сохраняем, понять, что мы сохраняем. И как только мы наберем весь тот объем информации, не связанной с легендами и мифами, а связанной с объектами культурного наследия, как развивался город, какие принципы были положены в основу городостроительства в 19 веке, в начале 20 века, между войнами, послевоенном развитии города. И тогда мы поймем, каким город должен выглядеть и, во всяком случае, как хотели, чтобы он выглядел, те люди, которые жили до нас. Сейчас в городе больше тысячи памятников. 23 из них – достояние всей страны. У них статус федерального значения. Графская пристань, памятник затопленным кораблям, Петропавловский и Владимирский соборы, мемориальные комплексы Сапун-гора, Малахов-Курган и еще несколько десятков уже паспортизированы. Проводится как государственный учет объектов культурного наследия, их выявление, их паспортизация, определение границ территории, внесение этих границ в публичную кадастровую карту. Также проводится реставрация объектов культурного наследия, и многоквартирных жилых домов, и учреждений культуры. Также выявляются нарушения в сфере охраны объектов культурного наследия. Виновные привлекаются к ответственности административной, слава богу, пока. То есть у нас нет было еще таких вот жестоких и жестких случаев, которые бы требовали уголовного наказания. В сохранении культурного наследия большое внимание реставрации. Для правильного выполнения без вреда объекту в работах участвуют историки, архитекторы, инженеры, конструкторы и геологи. Сохраняют как отдельные памятники, так и общий облик города. Целые улицы с историческими зданиями. Именно реставрации посвящены часть докладов конференции. Один из них – о будущем облика центральной части города на примере улицы Большая Морская. За 60 лет после восстановления Севастополя именно реставрационных работ по центральному холму проводилось очень малое количество. И сейчас то состояние, которое мы видим из зданий и последствий уже 80-90-х годов, когда были сделаны достройки, пристройки. Это проблематика, которая требует комплексного решения проблемы. И на этой теме доклада я постараюсь показать, какие общемировые, общероссийские примеры, как это делается. Обсудили и реставрационные работы по обелиску «Городу-герою Севастополя». Чаще севастопольцы называют его «Штык и парус». Проект будет представлен до конца 2018-го и уже в следующем году начнется реставрация обелиска. Всего на конференции представили 18 докладов. Наиболее значимые будут опубликованы в Лимонахе историко-культурного наследия Севастополя. Юлия Баузькова и Сергей Котляренко. Информационный канал Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова